Инициатива создать сад на территории бывшей деревенской школы принадлежит руководству Солигорского территориального центра социального обслуживания населения. Место было выбрано не случайно. Яблоневый сад появится там, где уже в скором времени будут проживать старики. Хочется поблагодарить за участие в этом марафоне. Прежде всего, это Кравец Олег Валерьевич, который любезно предоставил нам из своего питомника более полусотни саженцев молодых яблонь. Старубинский лесхоз, ЗАО Купаленко и, конечно же, БРСМ и ребят, которые сегодня непосредственно принимают участие в нашем трудовом десанте. Эстафету благотворительного марафона поддержали студенты Солигорского государственного колледжа. Нынешний год в Беларуси – юбилейный 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Кстати, именно с ароматом цветущих садов у многих и ассоциируется. Победный май 45-го. Яблоневый цвет – как символ весны, возрождения и начала новой жизни. Впрочем, с этими молодыми саженцами можно сравнить и самих ребят. Сегодня мы приехали в этот сад сажать яблони. Надеемся на то, что эти яблони в дальнейшем дадут свои плоды для проживающих в этом здании. Мы работаем в коллективе. Сегодня погода хорошая. Это сплочает. Сегодня день комсомола. Сегодня в районе насчитывается около 7 тысяч одиноких и одинокопроживающих граждан и более 4 тысяч инвалидов первой и второй группы. Большинство – люди, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи. Собственно, для того, чтобы сделать жизнь таким людям комфортной. Солигорским райисполкомом было и принято решение о создании на базе здания Соковической школы отделения округлосуточного пребывания. В этом году проведен тендер и заключен договор на изготовление проектно-сметной документации. Уже проведены определенные работы. Установлено ограждение, отремонтирована кровля, установлены стеклопакеты. Расчетное количество мест – 30 человек. Это будут лица одинокие-одинокопроживающие пожилого возраста и инвалиды. Благотворительный марафон по сбору денег для реконструкции здания. Отделение круглосуточного пребывания для пожилых людей и инвалидов продолжается. Посильную помощь может оказать каждый и сделать дорогу к этому самому дому чуть-чуть быстрее. А это значит подарить надежду старость встречать не в одиночестве. Продолжение следует...